Святые животные благоволения. Слава Тебе, Божья, слава Тебе. Милостепая полна земля, Ты дал человеку жизнь, чтобы он управил ее на поиск Тебе и служение Тебе. Благослови нас, Господи, и детей, дай им послушание, доброе разумение, приготовь их к жизни спасительной, духовной, настоящей. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я прихожу попозже, уже на работе. Недостатки какие, главное, болтовня. Кто разговаривал во время работы? Выйди сюда. Вот объясни. Ты знала, что во время работы разговаривать нельзя. Мы уже находимся здесь 10 дней. Сегодня у нас 21-е, а мы приехали 10-го. 10 дней, 10 дней. Даже выкинуть выходные, но уже 7 рабочих дней было. И каждый раз одно и то же. Почему ты нарушаешь? Ты знала, что нельзя разговаривать? Да. Зачем разговаривала? Есть, которые родились глухонемые. Они за всю жизнь ни одного слова не сказали. И умеют все делать. Вот я рассказываю, как делать. И лежу, он совсем не то делает. Он не понимает. У меня работал здесь Андрей Дробот. Это их вот просил отец. Глухонемой. Слушай внимательно. Не блаждай умом. Я показал ему. Вон, видишь, вышка. Там надо делать. Я не показываю, что делать. Я даже еще сам не знаю, где что стягивать надо. Гляжусь, что-то у нее наклоненно на эту сторону. Как бы она на эту башню-то наша не пошла. Надо ее закрепить большим столбом принести. В эту сторону у нее упор есть, что ли? Там же был упор. Мне кажется, у нее наклон есть. Есть? Ну, там внизу только уклоны. Ну, ладно тогда. Дело в этом. Я залажу кверху и смотрю, что он делает. Которые там в столбушке стоят, он их все завалил. Все как надо. Только показал, где делать. Рукой махнул и все. Другой с высшим образованием. Я положил гвозди, вот прибивая доски. Доска 2,5 см. Дюймовка называется. А столбик, которому надо прибить, он там сантиметров в диаметре 15. Так он что делает? Через столб прибивает доску. Через столб пробил гвоздь и говорит, гвоздь маленько коротковатый. А гвоздь 200 мм, 20 см. Он прибивает не доску к столбу, а столб к доске. Высшее образование. Какое высшее это? Свинья. Это ребенок должен все знать. Вы ничему не учились. Совершенно ничего не понимаете. Учись, пока есть время. Ты должна быть перед Богом. Не так, что в церковь пришла, стояла, а дома приду, что попала. Или пошла с подругами. Ты там должна быть свидетелем Христовым. Истинным. Другой жизни тебя не будет. Мы вот пошли на мост. Мост через Барнаул. Река Оппет еще здесь. И вот на мосту там перила есть. И вот на перила замки. Я первый раз не понял. Один замок, второй, третий. А потом гляжу, куча замков. Замков 10 на одном стержне. Я говорю, что это свадьбу, когда играют. Молодые приезжают и говорят. Вот так наша дружба теперь навеки. Ее никто не разрушит. Никто нас не разведет. Замыкают. Тут свидетели. Их ключ бросает в обе. Там в обе, когда-то придет время, раскопки, если покажут. Одни ключи. Так они еще ключ до дна не дошел, они уже развелись. А разводов 80%. Из 100 замков 80 надо спиливать. Я не знаю, как они их теперь снимать будут, но власти не трогают. Понимаете, это язычество, оно подойдет. Другое не может ждать. А если бы она была верующей, вот такой около него не был бы, который на одну ночь берет ее. Он бы ценил. Тебя ростили. Ты жила, ты училась, ты помощница. Ты замена всего, что было. Он хотел бы быть богатым. Не будешь. Начало, достояние полагает жена. Приобрети. Женился? Развелся. Женился? Развелся. Это какая-то жизнь. Это собачья жизнь. Сунулся под хвост, понюхал, убежал и все. Она одна воспитывает щенков. Тебе это надо? Да ты сейчас это все смотри, приглядывайся. Если он трепло все время, трепется, зачем тебе он нужен? Маленько смотри, про себя думай, господи, если мне суждено иметь семью, то устрой как тебе угодно. Но сначала самое разговариваю, не крути. Крутить-то нечего, там один ноготь остался. Еще и грызть его будешь. Сейчас гляжу, девочка плачет. Кто плакал из них? Мама. Так, что случилось? Сиди сюда. Что случилось? Рассказывай. Поверни. А? Маша стояла, ну, Маша стояла рядом. Убирала, она убирала дрова, дрова убирала. Вот пили мы, дрова небольшие, полежки. Надо носить. Маленько. Он берет и кидает. А в это время родная его сестра идет и по голове. Это что, нормально? У тебя это на каждом шагу, ты мог попасть в глаз. Это я тебе инструкцию давал такую. Сказано брать и носить. То есть дурь из тебя просто фонтанирует везде. Поэтому тебя гнобить и гнобить будут. Родной брат железом бить будет. Почему в характер тебе этот? Я бросаю, не знаю куда. С крыши снег, когда скидывают в городе, они ленточкой красным натягивают и с крыши сбрасывают снег, чтобы люди обошли, чтобы снег не попал. Одна же сосулька там свесилась, и большая сосулька ударила и убила человека. Убила. Я не знаю, какой там уже результат был, кто там не досмотрел. Так летом идешь, и написано, сход снега с крыши. Там не как, лето. Ну, так, таблички осталось. Это полено бросает, и кто идет рядом? Ты что думал? Да выйди сюда. Скажи, зачем ты это делал? У тебя еще совершенно нет соображения. Ты бросаешь. Ну, ты вот бросил, секунда, две. Куда ты бросил-то? За это время может подойти человек. Бросать ничего не надо здесь. Дядя Володя колет. Я говорю, здесь, чтобы ближе, там, двух-трех метров никого не было. Эти с топорами, с ножами, чтобы ребенок рядом не был. Ну, не могу я вас хватать за руки. Не бросай, не бросай. Вы сами еще идиоты, болваны, ослы. Вы нормальные люди, христиане. Зачем ты поленом ее ударил? Ты еще не ответишь. Потому что, если бы ты молился, имел смирение, у тебя бы этого не было. Ты бы опасался. А ты, поверьте, тебе полено придет по башке где-то. А то еще хуже будет кирпичом. У Бога все вымерло. Что посеешь, что и пожнешь, становись. Игнать Ханаевич, к нему замечание. Он постоянно оговаривается и не слушает. То есть мне приходится с силком его... Кого не слушается? Меня не слушается он. Так, было это? И не раз при том. Первый лишаешься. Разговоров никаких не может быть. Тихо. Еще одна оговорка, начну тебя как запрекословие. Жечь крапивой. Что за дерзость такая? Еще не выехали, уже сел там в ограде у нас, на Ползунова. Уже начинают. Все качаются, дети смеются. Сел, надулся, чтобы вокруг него плясали, ходили. Это и в семье такое. Я в прошлом году никого не хотел брать, одну Вику только возьму. Ну, вы... Я спросил, а мать говорит ваша... Ой, да они, говорит, так готовятся. Готовятся. Ну, ладно. Ну, ведь неплохо, что все вместе-то. За ними прихажут, или веселенькие стоят, и вы их не обижайте только. Что надо-то? Где они были бы в городе? Тебе нужна такая характеристика, какую ты пишешь. Я не знаю, зачем это все делаете. Так. Ты зачем разговаривала? Все. Ответа никакого нет. Становись. Стань. Пальцами крутишь, а ты, значит, не думаешь. Зачем разговаривал? Понимаете, ответа-то никакого нет. А о чем говорил, даже не помню. Чурки-то и нету. Люди бились из-за чего-то где-то. Никого нету. Ни Гитлера, ни Сталина, ни маршалов. Никого нету. И опять все Германии отдали, соединили. А за что умирали? За что бились? Ни фашизма, ни коммунизма нету. А христались два дракона, два змея. Почитай книгу Испирь. Там предисловие какое. Ради чего? А Господь наказал одних и наказал других. Наказал. А жили бы правильно до войны. А какие были? Рейхсканцлеру, Германию, Гитлеру. Поздравительную посылает. Иосиф Писарен и Сталин. Все печатает сегодня. Добрые отношения были. Но Господь допустил это. Один стал готовиться напасть. И другой. Но один пораньше на две недели напал. И такая беда. Ужас один. Зачем разговаривал? В порядке? Не один. Говороны сейчас станете там. На вас щепки не подействуете. Лишаетесь первого. Ты что отвечаешь? Зачем разговаривал? У меня там у Степани получилось бревну сдержать. Она перевернулась. И Вика меня спросила, что я делаю. Зачем ты спрашивал, когда разговаривать нельзя? Зачем спрашивать? Рядом с тобой парень. Вообще счастливая девушка, с которой парень рядом. Нет, а что-то не вышло. Ты же говорила. Тебе щепку сказала. Да, я взяла себе. Ладно. Месяца семена вылетит. Ты мог в голову сейчас взять, повернуть и положить. Ты могла не спрашивать, не говорить. Глухонемой. Всю жизнь прожил, ни одного слова не сказал. Есть такие молчаны. Разговаривать умеют. Отец говорит, у меня сын, говорит, он слышит, но не мой, ни глухонемой. И вот ему 10 лет, 15, и ни одного слова не сказал. И однажды они в лесу были, дерево валили, и дерево пошло не в ту сторону. Он как закричал, отец, дерево на тебя падает. Отец отскочил. Так ты что, разговаривать умеешь? Он говорит, ну да. А почему же ты теперь 18 лет молчал? Да, говорит, случая не было. Случая не было, где-то что-то говорить. 18 лет ни одного слова не сказал. Понятно? Ты зачем разговаривал? Или не спрашивать? Есть в медалях облеплены. Как Брежнев. Ты зачем разговаривал? Я просто подсказала. Так, без всяких это. Ну, это, вот того, этого самого, вот тебе и на. Приехали. Конкретно, ты знал, что разговаривать езда? Да. Ты то, что делал, мог сделать. Твой отец бы сделал, не разговаривая это. Сделал, он не имеет разговаривать, глухонемой. Он вам пример для всех. Какой он мастер. Любую модельную обувь сошьет. Краснодеревщик. Глухонемой. Это надо подумать только. Что угодно покажешь. Мы с ним пасли вместе. Вот этот домик, где я живу, скворечник, это он делал. Мой материал. Ты то зачем разговаривал? Объяснял несколько, как держать надо. Ревно. Вот такой ты будешь и хозяин где-то. Будешь петь и серенады. А она будет тебе, говорит, каждый день готовить одну пищу. Картошку нечищенную. Так, понятно? За стол садимся. А говоруны там рядом встанут. Лишайтесь первого. Сегодня первый раз я вас наказал пищей. Ну, молодцы мои. Сейчас я буду и с ними разбираться. Иди сюда, покажу. Так, молодец, калейте. Станьте и стойте. Так. Проходи. Проходи. Фрося, а ты чего не разговаривала? Господи, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. А вот смотри давай, три горячих или без первого? Что согласны? Три горячих. А ты? Без первого. Без первого. Я три горячих. А ты? Три горячих. Ну, вот сюда, видите, кому три горячих, значит, можно будет обедать. Но за вашу мужу-то прощаю. Садитесь. А остались, стойте, Бих. Вы сами избрали. То есть с ним людям льготы не будет. Больше не разговаривайте. Все. Есть такое у них красное, дед Маза и Зайца. Смотри косой, не попадайся. Зайца с косой, у него глазки в разбежку. Эх вы, не облокачивайте. Стойте прямо. Смотрите, ой, какой вкусный хлеб сегодня. О, замечательно. Чего они лишились? Жалко, конечно. Так, куда ты берешь? Сейчас я сам возьму.